всем привет друзья сегодня выбрались на природу вот такая вот красота вокруг и решили в последний день масленицы приготовить блины по рецепту победителя мастер-шефт евгения клопотенко дома сделали вот такой вот заготовку теста чтобы на природе уже просто пожарить их и все для того чтобы получилось тесто без комочков нужно смешать яйца вместе с сахаром венчиком взбить и потом туда добавить муку после этого добавить молоко снова это все перемешать добавить две столовые ложки подсолнечного масла и немножко соли и тогда тесто у вас получится однородно без комочков то что нужно для хороших блинчиков отправляем сковородку на печку чтобы она хорошо нагрелась и добавим туда немножко подсолнечного масла хоть это и чугун но смазать подсолнечным маслом желательно если же у вас тефлоновая сковорода то этого делать не нужно сейчас наверное как обычно это бывает первый блин комом наверное будет такой какой-то корявенький древенький а может и нет точно будет корявенький блинчики будут с дымком вот такие вот в общем как я и предполагал первый блин легким комочком но зато сейчас пойдет все как по маслу и в общем и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришло время приготовить соус. Для этого нам понадобится цедра апельсина и сок апельсина. Так как терки нет, я постараюсь аккуратно срезать цедру и добавить в нее сок. Друзья, у нас получаются вот такие вот разбойничьи крэпсюзет. Чмакаем, давим апельсин как... Как кто? И теперь получившийся сок с нашими очень крупно нарезанными цедрами. Есть такое слово? Выливаем это все дело на сковороду. И сразу мешать надо. Делаем это для того, чтобы уварить сок. Как это называется? Крэпсюзет. В общем, если у Клопотенко это был классический рецепт... Как называется? Крэпсюзет. В общем, если у Клопотенко это был классический рецепт... Крэпсюзет. Правильно? Крэпсюзет? Да! То у нас это... Такой себе... Разбойничий вариант. Когда... Или как барварский. Когда люди, которые умеют готовить, будут смотреть и такие... Что он делает? Теперь доводим до состояния сиропа. О, как добавили сахар. Отправляем наши... Ух! Блины. Ох, чувствую, будет вообще прям... Огонь. Огонь, огонь. Одно из главных условий, это то, что блины должны очень хорошо пропитаться данным сиропом. Ох, завернулся блинчик один. И теперь делаем шоу. Добавляем немного коньяка. И... Уху! И теперь будут у нас блинчики с... Нотками дубовыми. И из чего там делают... Виноградные. Этот коньяк. В общем, не дожидаясь, пока они остынут. Они просто уничтожаются. Очень вкусно. Особенно вот эти зажаренные края вот этих блинчиков. Вот прям огонь. Друзья, рекомендую. Это очень быстро. И при этом очень вкусно их приготовить даже на природе. На природе это будет еще вкуснее, потому что запах дымка это просто что-то невероятное. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok